Витаю, дорогие друзья! Сегодня за вашими проханиями приготовлю булочки с поведлом, называется Ванеромантика. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точно их количество, как всегда найдете в рецепте. Смотрите его под видео в описании. Тесто необычное, замешивается без добавления какой-либо жидкости, только на масле, яйцах и сметане. Получается очень сдобная, поэтому на такую небольшую порцию дрожжей понадобится 25 граммов, это прессованных. Для начинки надо взять густое повитло, у меня домашнее яблочное, хорошо вареное, поэтому при выпечке не вытекает. Первым делом активирую дрожжи, добавляю их к сметане, она обязательно должна быть комнатной температуры. Если берете сухие, то только сухие и активные, и понадобится их 10 граммов, в два с половиной раза меньше, чем прессованных. Сюда же чайную ложку сахара из общего количества, хорошо перемешиваю и пока отставляю в сторону. Сейчас они проснутся, оживут и только потом добавлю их в тесто. В миске смешиваю яйца, сахар, высыпаю сюда соль, по рецепту надо взять один грамм, но по рецепту тесто замешивается на маргарине, у меня на масле, поэтому добавляю соли больше. Ванильный сахар, все это хорошо перемешиваю до растворения сахара. Теперь надо добавить масло, оно должно быть мягкое, комнатной температуры. Топить его не надо, особенно до жидкого, иначе оно будет выделяться из теста, расслаивать его, и вы никогда его не выместите до однородности. Я его еще немного разминаю лопаткой, добавляю к яйцам и сахару, и немного перемешиваю. Яйца и масло комнатной температуры, поэтому они вот так вот хорошо соединяются в однородную смесь. Теперь добавляю сюда немного муки и замешиваю до кашицы, примерно такой консистенции, как мы делаем опару, чтобы дрожжи сразу не выливать в эту сдобу. Вот теперь можно добавить сюда дрожжи. Посмотрите, как они хорошо поднялись. Перемешиваю до полного соединения и высыпаю остальную муку. Я ее предварительно просеяла. Замешиваю сразу ложкой, а замешивать буду руками. Тесто сейчас получится очень мягкое. Муки по рецепту надо взять 360 граммов, но я ее поделила на 300 и 60. Сразу добавила 300. Сейчас я его немного помешу ложкой. Вообще дрожжевое тесто любит, чтобы его помесили. Чем дольше, тем лучше. Но это в том случае, если хорошая мука с хорошей клейковиной. Если мука слабая, то чем дольше вы его будете месить, тем жижей будет становиться тесто. Вот видите, оно уже начинает собираться в комочек. Зачищаю миску, чтобы все вошло в тесто. И буду домешивать руками. Добавляю еще столовую ложку муки. Набираю с горкой. Это где-то 30 граммов. Тесто получается очень мягкое. Но смотрите, где оно вымешивается и уже отходит от стенок. Я взяла широкую миску, чтобы в ней удобно было вымесить. Оно уже отходит от донышка. Собирается в комочек. Хотя его консистенция зависит от качества муки. Может быть немного плотнее или наоборот мягче. Я замешиваю на муке днепромлын. Теперь замешивать буду на столе. Высыпаю ту муку, которая осталась. На эту муку тесто. Оно очень мягкое, к руке приятное, гладкое. Вот так вот со всех сторон собираю в середину и вымешиваю. Я знаю, что вся эта мука войдет в тесто. Но вы же смотрите, если оно у вас получается очень-очень мягкое и липкое, можете муки немного добавить, чтобы вам более удобно было с ним работать. Так, собираю всю муку по коврику. Тесто уже начинает прилипать. Помешу его еще вот таким вот образом. Видите, как оно цепляется к коврику. И сейчас, чем дольше буду вымешивать, тем больше будет цепляться в начале. Потом соберется в комочек. Вот посмотрите, насколько мягкое тесто. Я его специально растягиваю, чтобы вам было хорошо видно. Поэтому помесите его вот таким вот способом. Порастягивайте. Тесто это любит. Вот так вот растягиваю, скручиваю, снова растягиваю, скручиваю. Переворачиваю тесто. И опять так же. До тех пор, пока оно перестанет прилипать к коврику. Зачищаю коврик скребочком. Ничем не подпыляю, не смазываю маслом. Просто вымешиваю. Я этот рецепт нашла в рецептурнике фирменных булочек для предприятий общественного питания Одесской области. Но я его немного изменила. Совсем чуть-чуть. Добавила только 20 граммов сахара. Видите, оно уже поднимается с коврика. Там было 30. Я беру 50. Пакетик ванильного сахара. И добавила 1 грамм соли. Потому что замешиваю не на маргарине, а на масле. Так. Ну вот так вот достаточно. Теперь можно и отбить. Поотбивайте пару минут и достаточно. Вот такое получается тесто. Очень мягкое, текучее, но совсем не липкое. Посмотрите, я его хорошо прижимаю. И рука легко отходит. Коврик немного подпыляю мукой. Подкатываю тесто. Округляю. Миску тоже подпыляю. Накрываю и оставляю хотя бы на 40 минут. В рецепте не указано, что тесто должно подходить. Сразу написано делите на кусочки. И делайте пирожки. Но я все-таки дам ему подняться, ожить. А потом сделаю пирожки. Одеваю на него шапочку. Мне, кстати, писали, что шапочки для душа. Нет. Это вот такие вот. Для продуктов. Они разного размера. Побольше, поменьше. Сейчас покажу. Совсем маленькое. Все, оставляю на 40 минут. Прошло 40 минут. Вот так вот подошло тесто. Слегка подпыляю коврик мукой. Разделывать его буду на муке. Так удобнее. Не обминаю тесто. Подкатываю в жгутик. Тесто пышное, воздушное. И делю его на 10 кусочков. Это примерно по 70 граммов. Там на 1-2 грамма больше. Теперь все эти кусочки надо округлить. Тоже буду делать это на муке. Сразу прижимаю рукой. Выдавливаю большие пузыри воздуха. Подтягиваю тесто из краешка в середину. Там, где нет муки на коврике. Округляю. Он тут хорошо проворачивается. Немного защипываем. Получается вот такой вот шарик. Снова на муке придавливаю. Со всех сторон подтягиваю. И каждый раз прижимаю. Уплотняю тесто. Очень плотно вкатывать не надо. Чтобы тесто сверху не натягивалось и не разрывалось. Защипываю. Гладкий, ровненький. Накрываю, чтобы сверху не появлялась корочка. И оставляю минут на 5. За это время подготовлю начинку. По рецепту ее надо взять 220 граммов. Посмотрите, какое плотное повидло. На экране сейчас появится ссылка на его приготовление. Если еще не готовили, приготовьте. Повидло получается очень вкусное. Разминаю вилочкой до однородности. И повидло должно быть тоже теплое, комнатной температуры. Иначе оно садит тесто. Все время прошло, можно раскатывать тесто. С одной стороны подпыляю коврик мукой. Только там, где буду раскатывать, чтобы тесто не прилипало. Тесто тоже немножко сверху. И начиная с тех кусочков, которые подкатывала первыми. Аккуратно придавливаю скалкой. Тесто очень мягкое. Оно просто пищит под ней. Прокатываю. Вот сверху оно слегка прилипает. Но много подпылять мукой не надо. Просто не спешите. Делайте это аккуратно. Переворачиваю гладкой стороной вниз. Снова немного подпыляю мукой. Раскатываю сразу в длину. Немного в ширину. Старайтесь его сразу раскатать правильной овальной формы. Чтобы не было так. Одна сторона потянулась в один бок. Другая в другой. И так раскатываю все тесто. Все, тесто раскатано. Можно раскладывать повидло. Набираю по чайной ложке. Вот полная, прямо с горочкой. И выкладываю не на середину теста, а на одну сторону. На одну сторону от середины. Чтобы можно было второй стороной его хорошо накрыть. Все, разложила все повидло. Как раз получается по полной чайной ложке. Одну сторону поднимаю. Накрываю и придавливаю краешки. Только не вот здесь, где мы слепляем вареник. А где-то сантиметр до края. Снова накрываю. Немножко его растягиваю. Придаю красивую форму. И вот здесь вот прижимаю. Выравнивайте губка к губке. Посмотрите, тесто уже подходит. Просто на глазах. Перекладываю на листик. На небольшом расстоянии. Можно было и больше, но не хочу делить на два листика. Накрываю пленкой. И оставляю где-то на 25-30 минут. По рецепту они не смазываются яйцом. А после выпечки посыпаются сахарной пудрой. Поэтому даю им хорошо подойти и выпекаю. Прошло 30 минут. Булочки подошли. И уже нагрелась духовка. Температура 180 градусов. Ставлю их выпекать. Булочки испеклись. Сразу же после выпечки засыпаю сахарной пудрой. Выпекались они 15 минут. При температуре 180 градусов. Средний уровень духовки. Подогрев вверх-вниз. Без конвекции. Тесто быстро колируется. Оно очень сдобное. Поэтому если в вашей духовке они сильнее подпекаются. В конце выпечки, где-то за 2-3 минуты, накройте их сверху пергаментом. Минут через 5 переложу их на решетку. И оставлю до полного остывания. Вот такие вот пышные булочки. Раскатывалось тесто тонко. Где-то до 5 мм. И вот так вот хорошо поднялось. Повидло нигде не вытекает. Это видно по всем булочкам. Все повидло внутри. Вот такие мягкие. Очень мягкие. Пористые, воздушные. Видно, что тесто сдобное. Но тем не менее, хорошо пропеклось. Поэтому не добавляйте очень много начинки. Не утяжеляйте тесто. Все хорошо в меру. Готовьте с удовольствием. Радуйте своих любимых такой вкусной домашней выпечкой. И приятного вам чаепития. Ну и если вам подобаются мои рецепты, делитесь иными с друзьями. Подписывайтесь на канал. Солышайте комментарии. Спасибо за просмотр. Подобайки. И божаю вам всего наикращего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...